Борщ Всем друзья, вчера возвращаясь домой, таксист мне сообщил, что ехать мы будем долго по двум причинам. Причина первая – забастовки фопов на Майдане. Причина вторая – Шулявский мост снова устал. По радио песню о том, как фиалка расцвела, прервало обсуждение ведущих о скором релизе песни Потапа и Ольги Бузовой. Угадайте, о чем будет этот выпуск? Начнем. Днем 15 декабря на Шулявском путепроводе упали три фонарных столба. В результате были повреждены девять машин, но, слава богу, никто не пострадал. И там еще дальше, насколько я вижу, авария, потому что кто-то быстро затормозил, увидев, что падает. Если перевести с матерного на русский, то горожане были удивлены, как прочно эти столбы еще держались все это время. Снимите опоры, как они закреплены, вы все увидите. Там же все видно на лицо, они вообще не были закреплены. В инциденте киевский городской голова Дитали Кличко обвинил... В том и все. Нет, не усталость моста, а генерального подрядчика работ по капитальному ремонту пятипровода и обратился в правоохранительные органы. Открыто уголовное производство. Иными словами, Микитась, который совсем недавно вышел из СИЗО, в котором он был, в том числе из-за Шулявского моста, рискует снова отправиться в СИЗО из-за Шулявского моста. Украл-выпил в тюрьму. Украл-выпил в тюрьму романтика. Сам же Шулявский мост был построен в темные советские времена. А уже в светлые независимые времена, три года назад, произошло частичное обрушение, что привело к повреждению нескольких автомобилей. Кличко тогда заявил, что мост устал. Как мы видим, если в советские времена мост уставал 60 лет, то во времена независимости не менее независимые фонарные столбы на независимом мосту устали аж примерно за полгода. Тяжелый груз независимости. Падение – это не провал. Провал – это провал. Падение – это где упал. Украинские предприниматели, которые протестуют в Киеве под Верховной Радой, продолжают стоять также на Майдане независимости. Более стаи из них даже на Майдане ночуют. Сейчас мы можем увидеть, как в офисе встали на пивколу и организовали такую символичную сцену. Люди планируют стоять до тех пор, пока не будут приняты их требования. Вчера у них была такая машина, на которой были колонки, была платформа, где стояли спикеры. Но сегодня нас в Верховной Радой не дали им проехать. Стоят, несмотря на то, что в первый же день протеста их жестоко пытались разогнать. А я напомню, что украинская власть не признает выборов Лукашенко и осуждает действия полиции против протестующих. И неспроста. Вы только посмотрите на эту жестокость. А нет, это не Беларусь. Это вчера на Майдане. Но неважно. Фоповцы выстояли и уже установили палатки. Протестующие организовали кухню, где можно выпить горячего чая. Каковы же их требования? Их несколько. Но первый и главный из них – ввести запрет на закрытие бизнеса во время карантина. Также из фоторепортажа нашего журналиста Руслана Кацабы видно, что не только вопрос, как выжить с этими карантинами, волнует граждан. Но и вопрос выделения средств на медицину во время пандемии. Майдан предпринимателей все больше объединяет несогласных. И, судя по всему, все самое интересное впереди. Группа «Мозги» и Ольга Бузова анонсировали фит. Вы серьезно? В связи с этим на соцсети Потапа обрушилось негодование некоторых украинских слушателей. Они свое негодование связывают с тем, что Бузова регулярно выступает в аннексированном Крыму и поддерживает Путина. Кстати, как показывают разные социологические исследования, не одна-одна. Примерно половина россиян оставили бы Путина пожизненным президентом России. Хм, хватит ли половины? Но вернемся к Потапу. Он отреагировал на шквал критики видеороликом. Потап напомнил, что он заслуженный артист Украины. Потап с Бузовой цель вашего прямого. Называет себя настоящим казаком, а в финале ролика звучит фраза «Я настоящий, я ваш новый президент». Ну и главное, Потап – это и есть Украина, ведь цитата «Успешный Потап – это успешная Украина». Станет ли Украина более успешной после выхода песни Потапа с Ольгой Бузовой? Пишите в комментариях. Всем борщ! Субтитры сделал DimaTorzok